Почему Головин не тренировался сегодня совсем? Это не ко мне вопрос, если честно, даже не знаю. В кредитах два матча. Будет ли одинаково распределенное время между вратарями? Удастся ли по Мазуну дебютировать за сборной России? Два матча на три не делится, поэтому в любом случае хотим дать сыграть всем троим. Кто-то сыграет целиком игру, и планируем, что будет зависеть от количества замен, чтобы два вратаря сыграли по тайму. Именно с Кенни уже по тайму? Предварительно так. В каком состоянии нашли всех троих? Потому что каждый в последнее время себя хорошо проявляет. Как вообще каждого прокомментируете? После последнего сбора, где были все трое, и все трое готовились к матчу, все провели этот отрезок тоже хорошо. Ну, скажем так, не дали поводу сомниться. Последний матч Матвея не в счет. Если этот вопрос хотите задать, уже спрашивали. Это первая ошибка у него за 11 матчей. Это первое. Второе, эта ошибка не повлияла на исход матча. Краснодар выиграл, поэтому мы вообще на этом не заостряли внимания. Если говорить про первый номер сейчас, он также определенный, там, Матвей Сафонов, он является приоритетом, как вы говорите. Сегодня Матвей. Первый номер? Да, и он держит. В этом году эту планку он держит. И в последнем разговоре, когда мы расставались после последнего сбора, был у нас так, как короткий разговор, что, Матвей, не давай поводу усомниться, вот ты сейчас первый. Но это не так просто это держать, да, этот уровень. Это и ориентир сейчас для других вратарей. И не давай поводу нам усомниться, что ты первый. Он отыграл этот отрезок хорошо, поэтому все идет нормально. Григорий Ильич, Лампратов поражает всех тем, как он берет пенальти, да, то есть с начала его дебюта в РПЛ, с 19-го года он отразил 10 уже, никто больше не сделал. Вот вы, как тренер вратарей, как объясните вот этот феномен, за счет чего ты еще это делаешь? Ну, давайте сразу различим. Умение брать пенальти и играть в воротах, это не всегда бывает. Бывают вратари хорошо берут пенальти, но играют, скажем так, не очень сильно во время игр, да. Здесь вот так все вместе и вратарь хороший, и пенальти берет, поэтому это тоже, этому, наверное, трудно научить. Вот у него это чутье есть. Есть вратари, у которых есть это чутье, у него есть. То есть это именно чутье, а не что-то натренированное? Это интуиция. Почему вы в этот раз, возможно, не рассматривали Михаила Киржакова? Ну, потому что он сейчас не играет. А Сашу Максименко почему не рассматривали? Ну, в «Спартаке» там такая ситуация, что за это время вратари меняются. Уже три вратаря сыграли, да, и Саша вышел, потому что Саша Сельхов получил травму. Вышел очень хорошо, да, и второй тайм отыграл, тоже не каждый вратарь может хорошо выходить на замену. Саша вышел и отыграл второй тайм здорово. Я бы только за один второй тайм дал ему лучшего игрока. Я не знаю, там кому дали, но за это я бы только за один тайм дал. Но потом была игра, которая 0-4, если знаете, да. Просто вот эти вратари на сегодняшний день, они играют и без ошибок. И, наверное, я сейчас скажу такую вещь. Каждой из них были игры, где они приносили очки. Там, где команда играла хуже, а они своей игрой добывали очки. И таких игр в этом году становится больше, если говорить вообще про вратарей в России. В этом году стало больше игр, где вратари своей игрой приносят очки в тех матчах, где соперник играет хуже. Это, кстати, в первой лиге такие игры тоже бывают, да. И где команда играет намного хуже, или, скажем так, не намного хуже, где соперник играет лучше, где имеет много моментов, а вратари берут, берут, выручают, тащат и потом приносят очки. Вот таких игр стало больше в этом году и в премьер-лиге тоже. Примеров очень много сейчас, вот даже за эти 11 туров. Виталий Тальевич, в Камеруне основной вратарь Анана. Да, вы как человек, который следите за вообще всеми вратарями, кажется, в Европе, у него в последнее время очень много ошибок, да, перевозок, на немногие смеются, хотя прошлый сезон в Интере у него был прекрасный. Вот вы как можете объяснить вот такую серию вратаря, и, может быть, как-то это в игре использовать, вот эта вот неуверенность, которая сейчас присутствует? У каждого вратаря бывает период подъема и спада. То, что вратарь высокого уровня уже доказал, и в Аяксе, да, и потом. И много игр, где он, как мы говорим, подтверждал уровень, самый высокий, европейский. Без ошибок не бывает. То, что он вратарь высокого уровня, это несомненно. Мне бы очень хотелось, чтобы он сыграл, и просто посмотреть на него вживую на поле. Видите ли вы проблему в том, что Матвей Сафонов не очень уверенно играет ногами, что важно для сборной, я так понимаю, в штабе Валерия Георгиевича? Вот здесь не соглашусь. Ошибка в матче с Ростовом не дает повода говорить, что он плохо играет ногами. Здесь дело в том, что Краснодар поменял свой стиль. То есть, если раньше Краснодар первые, кто в России начал играть при начале атаки через короткий средний пас, через вратаря, то, что сейчас делает наоборот Ростов, да, а Краснодар от этого отказался в угоду результату, имеют право, результат у них есть. Но вся проблема в том, что они сейчас играют в другом стиле, и, естественно, тренировочный процесс у них тоже направлен на большее количество длинных передач. Если это не тренировать, то, конечно, это потихонечку уходит, это теряется. Но он так играл, и в сборной этот стиль, значит, проповедует и приветствует. Он очень быстро это все вспоминает. Вчера была утром тренировка, где была посвящена, значит, именно началу атаки, посвящена фазе начала и розыгрыша от ворот. То есть, мы посмотрели камерон, нас расставили соперников на поле, на нашей половине, так, как они нас будут прессинговать, чтобы вратарям было видно, куда начинать атаки, через какие зоны. И все, что он вчера делал, у него очень высокое техническое оснащение. Нет, я не переживаю. Вы сказали о том, что много в России спасений вратарей, насколько я понимаю, повысилось результативно. Тем нею, голов забивается. Нередкий и крупный счет, и причем, когда обе команды много забывают. С чем вы это связываете? Я только связываюсь с ошибками в обороне. Их очень много, не знаю почему. Наверное, каждый матч надо рассматривать в отдельности. Но все-таки самое главное, что при большом количестве забитых голов, если анализировать, очень мало вратарских ошибок при этом. Это должны тренеры уже разбираться, главное, в своих командах. Ну, то есть, это связано с тем, что много русской молодежи появилось в обороне. Это раз. Это раз. Второе, если мы говорим про игра в обороне, это не значит, что это защитники. Это игра всей команды в обороне. Оборона начинается с нападающих. И вот здесь и полузащитники тем более. То есть, это 10 человек обороны, это когда вся десятка играет правильно в обороне. Я вижу вот здесь, ну, я не собираюсь разбирать ошибки там, это главных тренеров. Просто говорю вот то, что я вижу. Это ошибки, их много. Они разные, абсолютно разные, они не повторяются. Это и есть, да. Как это происходит в вратаре? Бывали аналитики, бывали разборы игры последней с катаром? Возвращались к этой игре или это не имеет смысла, учитывая то, что месяц назад игра была? Нет, у нас всегда идет так. Мы разбираем соперника в последнюю игру и готовимся к следующей игре. Разбираем, там ошибок не было. У вратарей вообще практически. Я не помню каких-то грубых ошибок. И даже Илья вышел, Антратов, ошибок тоже не было, моментов много не было. И тот мяч, который забили, к нему там претензий тоже не было. Традиционно вы в конце года, раньше в конце сезона проводили конференции. Как сейчас с этим? Планируется ли у вас что-то в этом? Мы планируем и сейчас может рано говорить. Если русский фильм сделать до конференции, я бы хотел провести и там с ребятами посмотреть вместе с тренерами и обсудить этот фильм, если получится. Подробнее об этом, что за фильм? Ну, был фильм «Начало атаки» у меня, да, и был фильм «Игровые ситуации». Вот сейчас, вернее, два фильма. «Игровые ситуации» два и «Начало атаки» два. Вот если успею, сделаю, я бы хотел. Просто времени хватит, то успею. И тогда соберемся обязательно. А конференция, вы имеете в виду, что времени не хватит вам при создании фильма или что? То есть, когда она может состояться, если у вас в фильме все будет нормально? Она, если нормально, будет в декабре. Сезон заканчивается, по-моему, 9 декабря. То есть, числа 11-12, если все нормально, проведем. Здесь, в Москве, да? Да. Все вратари, российские, отренируйтари. Да. СНГ и России. Спасибо. Вы сказали о том, что вратари первой лиги немало, можно сказать, на своих плечах вытаскивали результат. А как считаете, тот вот из вратарей ФНМ может ли пробиться в ближайшее время в сборную? С первой лиги сложно пробиться в сборную. Конечно, смотрим. Вот последний матч Волкова, да, в Махачкале показал, что... Ну, он практически этот матч он выиграл, если уж так откровенно говорить. Давид Волков очень хорошо играет. Вот так. Отдельные игры... Вообще, уровень вратарей первой лиги тоже довольно высокий. Не только в премьер-лиге сейчас уровень вратарей высокий. В первой лиге тоже вратари растут. И там тренеры тоже хорошо работают. Поэтому, наверное, это маловероятно. Почему? Потому что сейчас в премьер-лиге очень... Как это правильно сказать? Большой список кандидатов в сборную тоже. Вот почему сейчас три вратаря, а не четыре, да? Потому что еще три вратаря претендовали попасть в четверку. Но мы сразу троих определили, чтобы кого-то не выделять или кого-то потом не отцеплять. На этот раз решили сделать так. Потому что вот есть три вратаря, они сыграют, а есть еще... Ну, допустим, Андрей Лунев, да, который сейчас очень сильно играет в Карабахе, если вы знаете, отыграл пять матчей, два матча в лиге Европы, отыграл очень здорово, 1-0, 1-0. Позавчера, по-моему, матч Невчи, это дерби азербайджанское, 2-0, тоже очень сильно сыграл. То есть еще один кандидат Антон Шунин травму получил буквально вот недавно. Как вы видите, Саша Селихов, если бы не травмированный, был тоже в этом списке. Поэтому, конечно, сейчас в первой лиге попасть в сборную при таком количестве кандидатов очень сложно. Искусственно это делать не хочется. То есть вратари, да, хорошие, но и сейчас в премьер-лиге. Есть отдельные игры, которые вытаскивают вратари, там и Шелия, да, и Латышонок, если посмотрите. Там Нигматулина были хорошие игры. Просто яркие игры. И таких все больше и больше. Я думаю, пока нет вот при таком количестве хороших вратарей в премьер-лиге. Я думаю, пока нет. Коллеги, последний вопрос. Какая ситуация с Сергеем Писяковым? А, возможно, говорил ли он вам, что больше не будет вызываться в сборную? Может ли он завершить карьеру в сборной в этом году? Нет, об этом не говорили. Сейчас такой период у Сергея проходит, что мы пропускаем, наша команда Ростов, где мы работаем, пропускает очень много. Если брать последние четыре игры, мы пропустили там 10 мячей. Да, и разбирали все эти мячи, что в Балтике, что с ЦСКА, что вот эти три мяча в Краснодаре, что значит с Уралом. Язык не повернется упрекнуть в чем-то, потому что, ну, действительно, голы такие, что это точно не вратарские ошибки, но тем не менее их много. Единственное, что просим, чтобы вот не бросился в какие-то там сомнения и продолжал гнуть свою линию, потому что команда все равно играет хорошо, и очки будут. Не надо ничего бегать, спасать куда-то или ошибаться. Продолжать и просто продолжать играть так, как может. Потому что вот с Краснодаром, опять же, он выручил при счете 2-1. Ну, после этого все равно там свои ворота забили, например, да, там. Потом еще мяч забили, который тоже, скажем, не по его вине. Нет, нет, об этом не думаем. Вообще о сборной мы сейчас не говорим. Мы говорим о том, чтобы он был просто в нормальном психологическом состоянии, о сборной речь не идет.